Сегодня в гостях у Академии Рудомино, в библиотеке иностранной литературы и на нашей школе послов культуры Марк Бернардини. Человек, который очень много знает, очень много умеет, очень много готов нам рассказать. Я попрошу сначала, наверное, Марк, вас представиться, вот как вы сегодня хотели бы представить перед нашей аудиторией, а потом мы сможем кратенько каждый чуть-чуть сказать, чтобы вы почувствовали, кто здесь вас слушает. Хорошо. Так, вам слово. Так, ну, во-первых, я хотел извиниться. Вы слышите, что я еще и кашляю. В общем, это и есть причина, по которой я не присутствую там с вами физически, материально. Ну, как бы все мы люди, в общем, все мы можем заболеть. Было 38,7, но сейчас у меня 37,1, так что как бы иду на поправку. А завтра мне лететь в командировку в Баку на Евразийский экономический форум. Так что я должен быть, конечно, в форме. Именно поэтому я на удаленке. И именно поэтому доклад будет немножко короче, чем я планировал. Ну, просто потому что вот когда у меня было 38,7, я вам честно признаюсь, у меня просто никаких сил не было продолжать свой доклад. Вот. Ну, ничего, в общем, там минут на 40. Так, смиритесь, что вам придется меня слушать. Вот. Ну, кто я такой? Во-первых, я полукровка. То есть я наполовину итальянец, наполовину русский. Или, как я обычно говорю, я на 100% итальянец и на 100% русский. Почему? Потому что я не просто полукровка, а потому что я жил в обеих странах. В общем, в Италии я жил где-то около 30 лет. Сейчас уже, ну, в детстве я 5 лет жил в Москве, а сейчас уже 20 лет я опять живу в Москве. Ну, приблизительно вот моя жизнь всегда была туда-сюда. Чем я занимаюсь? Главным образом я всегда был переводчиком-синхронистом. То есть именно с учетом, что у меня два родных языка, я начал очень рано, мне было 16 лет. Это конец 70-х, да? Ну, соответственно, более 40 лет я этим занимаюсь. Понятное дело, что при сегодняшней обстановке, при сегодняшней конъюнктуре работы, конечно, очень мало. И я посвящаю свое время в том числе журналистике. Ну, то есть вот меня обычно, меня очень часто приглашают на всякие федеральные телеканалы, там, на НТВ, на Первый, на Россию-1, там, ТВЦ и так далее. Там меня обычно представляют как политолог, международник, итальянист. Ну, в общем, понятное дело, что я ведь, кроме всего прочего, прожил еще и два года в Бельгии. Конкретно я в начале нулевых работал в Европарламенте. Так что, в общем-то, всю эту кухню знаю довольно из первых уст, скажем так. Вот. Ну, думаю, что как бы презентация меня. На этом мы можем закончить с мыслью, что ничего такого более интересного я не могу вам рассказать. Тогда мы, наверное, сейчас послушаем нашу аудиторию, чтобы вы имели мнение, с кем вы сейчас будете общаться. Да, хорошо. Очень кратенько, но так, чтобы понятно было марку. Ну, чтобы калибровать, да. Да, для кого будет доклад. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я студентка 4-го курса, учусь на переводчика в Барнауле. Я волонтер культуры, вхожу в топ-100 лучших волонтеров культуры России. Здравствуйте, меня зовут Алена. Я научный сотрудник музея Норельска. Раньше преподавала иностранные языки в школе 10 лет, потом в музей перешла год назад. Здесь нахожусь как победитель конкурса «Нити культуры», так же, как Анна и моя следующая коллега Ольга. Спасибо. Меня зовут Ольга. Я работаю в Муронской областной детской и юношеской библиотеке в Центре краеведения и страновидения. Я занимаюсь обучением детей английскому языку, проведением различных мастер-классов на английском языке, иногда переводами и различными культурно-образовательно-развлекательными проектами для детей и студентов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я студент магистратуры Московского государственного лингвистического университета. В свое время мне тоже довелось поработать на телевидении, но с технической стороны. Добрый день, меня зовут Алина. Я студентка МГЛУ, изучаю английский и французский языки и учусь на переводчика. Здравствуйте, Марк Бернадинович. Меня зовут Эдуард. Мне 53 года. Я студент третьего курса переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета. Добрый день, меня зовут Елена. Я студентка второго курса магистратуры Московского государственного лингвистического университета. Мои языки английский и немецкий. Вот, собственно, на этом все. А, и мне 23, 24 года, да, 24, не могу привыкнуть. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я дизайнер и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. И я последняя среди сегодняшних участников. Спасибо. Ну, в общем, я так понимаю, что львиная доля, преимущественно, вы все студенты, и, соответственно, это многое, конечно, говорит о возрасте. То есть, ну, где-то, допустим, где-то от 23, 24, там, до 30. С некоторыми исключениями, потому что, вот я слышал, мой коллега... А студентами можно быть в любом возрасте. Конечно, нет, никогда не поздно, я полностью согласен. Такое уточнение, когда вы говорите про МГЛУ, вы имеете в виду бывший Морис Торрес, да? Да, именно так. Московский государственный лингвистический университет. Все ясно. Нет, ну, просто моя супруга тоже заканчивала тот же самый университет, и многие мои коллеги с итальянским языком, с которыми я часто работал и работаю, тоже, они все как бы, ну, из предыдущего поколения, естественно, им всем где-то сейчас около 60 лет. Ну, в общем, они все заканчивали как раз вот тогда, когда это был Морис Торрес. Вот, ну ладно. Давайте, собственно, перейдем именно вот к теме. А тема, как вы знаете, является даже не утверждением, то есть не определением, а вопросом. И это, в общем-то, символично и закономерно. Что и как мы транслируем миру? Ну, хотелось бы ответить. Мы распространяем культуру и преуспеваем в этом. Увы, это совсем не так. И не по нашей с вами вине. Вот, изначально я хотел ограничиться в моем повествовании исключительно культурой. Ну, нельзя ее рассматривать без учета современных реалий, абстрагируясь от тревожной геополитической обстановки. Это очень влияет на самом деле, да? Сегодняшний исторический момент охарактеризован очень серьезной глобальной, геополитической, чрезвычайной ситуацией. Усугубляемый беспрецедентным международным, экономическим, социальным, экологическим, медицинским и культурным кризисом, обострившим социальное неравенство. В принципе, культура должна объединять людей и народы. Культура, мысль и искусство не могут изощренно делить мир на западный и восточный. Мы не можем согласиться с тем, что истина и свобода ни на одно мгновение подчинялись бы ерму геополитических конфликтов. Мы призваны поддерживать диалог между культурами, литературами, учеными, литературоведами двух или более стран, то есть вообще в мире. Особенно в условиях этого болезненного исторического кризиса. Разумеется, что я под влиянием своего итальянского происхождения. Но вот подумайте, на протяжении 19 и части 20 века Италия стала родиной души русских писателей, поэтов, музыкантов, художников. На Апеннинском полуострове, среди прочих, долгое время жили писатели Николай Гоголь, Федор Достоевский, Александр Блок, Иван Тургенев, Максим Горький, Йосиф Бродский, великий музыкант и композитор Петр Чайковский, художники Арест Киприенский и Карл Брюлов. У нас, понимаете, есть интеллектуальная, человеческая и моральная обязанность поддерживать культурный диалог между, в данном случае, Италией и Россией, ну и между Европой и Россией. Именно ввиду того, что исторически сложилось между Россией и Европой. Это обязанность, вытекающая из того, что мы люди, вовлеченные в общество и культуру. Сегодня, к сожалению, слово как таковое не в добром здравии, так как мы плохо говорим. Как говорил Платон, плохая речь, кроме того, что она безобразна сама по себе, она еще и ранит душу. Мы плохо говорим. Одним и тем же словом подразумеваем разные вещи. Разными словами подразумеваем одно и то же. Мы изуродовали некоторые слова, которые считали уникальными, неразделенными и неделимыми. Мы заменили иностранца и иностранца на врага, беженца на нелегала, учитель истек к инфлюенсеру, ученик к фоловеру, государственный деятель к лидеру. К сожалению, слово часто унижают, чтобы оно стало пропагандой, заведомо ложным представлением действительности, типичным инструментом современной информационной войны. Нам нужна, и вы тут в большинстве своем как раз лингвисты, так вот нам нужна лингвистическая экология, которая позволяет слову освещать вещь, а не затемнять, скрывать и изолировать реальность. Это позволяет нам понимать себя и читать мир с интеллектуальной честностью, глазами, не перегруженными суждениями и не затуманенными предрассудками. Напротив, сегодня под пагубным влиянием неолиберализма, постмодернизма и постдемократии, мы наблюдаем эпоху, отмеченную очень сильными индивидуалистическими побуждениями во всех областях. Поэтому мы обязаны терпеливо и решительно продвигать радикальные идеалы и культурное обновление. Мы должны подтвердить обоснованность науки и ее метода, и не должны верить в сказку о конце истории. Наоборот, мы обязаны возвышать способность человека познавать объективную, природную и социальную реальность и историю и противостоять идеологии текучего общества, в котором люди встречаются и сталкиваются волнами вероятностной вселенной без солнца уверенности. Вот действительно, как говорится, неопределенность – единственная уверенность. мы не должны воспринимать время, как вечное настоящее, без корней в прошлом и без видения будущего. Мы не должны смиряться с тем, чтобы быть личностями, субъектами без души, сведенными к товарам и потребителям товаров. И этот этический долг, присущий всем мыслящим людям, сильнее всего ощущается людьми культуры, особенно в момент острого геополитического кризиса, усугубляемого новыми угрозами пандемии и беспрецедентным экономическим и социальным спадом. Такие люди могут питать свое чувство разнообразия, только признавая свое сходство со всеми. Они формируются в вечных отношениях между собой и другими, тем сообществом, от которого они не могут оторваться. Они ничего не презирают и стремятся скорее понять, чем судить. Они решили открыть мир, и в частности человека другим людям, чтобы они взяли на себя всю свою ответственность перед выставленным таким образом объектом. Они не ставят себя на службу тем, кто произвольно пишет историю, потому что они служат тем, кто ей подвергается. Объединив усилия, можно построить новый гуманизм в многополярном мире, в центре которого человек и его интересы. Для этого необходимо реализовать на практике общую международную стратегию. Мы, в принципе, здесь именно для того, чтобы предложить один из наиболее эффективных инструментов этой стратегии – культурную дипломатию, способную интерпретировать и представлять подлинные потребности культурного, а значит социального, развития на благо людей и всего гражданского общества. Культурная дипломатия призвана заставить глобальную политическую и геополитическую надстройку разделить актуальность запуска многополярной стратегии для обеспечения спасения планеты Земля, безопасности и процветания человечества. Мы обязаны реалистично предложить эту перспективу. Диалог, сопоставление взаимных убеждений, обмен идеями могут способствовать вызреванию конкретных предложений для начала гармоничного развития, уважительного отношения к культурному разнообразию, способного уменьшить, если не устранить, вопиющее неравенство, которое поперечно влияет на всю нашу планету. В наш язык неуемно вошли такие определения, как культура отмены и отмена культуры. Несмотря ни на какую геополитическую конъюнктуру, в России никому и никогда не пришло бы в голову отменять Данте, Леонардо, Микеланджело, Феллини, Растрелли, да даже Тольятти. Напротив, это ровно то, что наблюдается относительно русской культуры на Западе. Ладно бы Соединенные Штаты, у них вся история начинается с их основания, всего-то два с половиной века. Тем временем москвичи любовались завершением строительства Большого театра, отреставрированного в современном привычном виде после пожара 1812 года, архитектором, между прочим, итальянского и скульптором немецкого происхождения, и праздновали шесть с лишним веков основания города. Но все как-то так получилось, вот как так получилось, что им вторят западноевропейские страны Соединенным Штатам? Ведь Риму скоро уже 28 веков, не зря же его называют вечным городом. Прискорбно, но у любой цивилизации есть период становления, развития, процветания и упадка. С началом специальной военной операции началась травля россиян, и в частности российских деятелей культуры. Сперва на основании их позиций, дескать, у нас вы будете работать только если вы осудите Путина, что уже неприемлемо, теперь вообще по расовому признаку, и не важно, что вы там думаете. Так итальянская Минкультура запретила лекции о творчестве Достоевского в Миланском университете, причина? Он не осудил СБО. Я серьезно, это не шутка. Потом кто-то указал, что негоже чинушам именно Минкультуры не знать хотя бы приблизительно, в какую эпоху жил писатель. Риторика изменилась. Еще хуже. Сперва нужно найти украинского писателя того же калибра. Ну, а дальше отмена исполнения Чайковского и Мусоргского, увольнение Гергева и Нетребка. Могу себе лишь представить, как непросто сейчас продвигать культуру и бороться с травлей разным российским центром за рубежом, таким как вот Русский мир, Россотрудничество там и так далее. А как это происходит, вот эта отмена? Приведу частный личный пример. Я много лет состоял в редакции одного итальянского культурного журнала. И вот внезапно я обнаружил, что редакция, то есть членом которой я являлся, единогласно, подчеркиваю, единогласно, проголосовала за заявление осуждения мнимого вторжения России. Есть такая проблема. Голосование подразумевает созыв, предложение, обсуждение и, собственно, голосование. Меня никто даже не уведомил. Где же пресловутое единогласие? Вот это очень по-западному. А еще нам рассказывали всякие сказки и высмеивали отсутствие демократии в Советском Союзе. Более того, я бы лично осудил публикацию Коммунике противоположного толка. Потому что культурное издание должно заниматься культурой и не лезть в чужую епархию. Разумеется, я немедленно подал в отставку. Я не хочу при моих позициях, о которых я говорю на многочисленных телепередачах, куда меня приглашают, чтобы мое имя ассоциировалось с громогласными заявлениями, идущими вразрез с моими высказываниями и убеждениями. Жаль, потому что, ну, я там много лет был. Но факт. И это лишь отдельный один культурный журнал. Можно только гадать, что происходит в редакциях ведущих западных средств массовой информации. Символично, что по западным, не российским, по западным опросам против прямого вовлечения собственной страны в украинский конфликт высказывается 77% итальянского населения, в Германии 76%, в Великобритании и Франции 65%, даже в Швеции 58%. Что остается делать населению? Голосовать за оппозицию. У власти самопровозглашенные левоцентристы голосуют за правых, как в Италии. У власти правые голосуют за левоцентристов. Левых, как таковых, вообще практически нет ни в одном западноевропейском парламенте. Так что это я не буду об этом говорить, но это уже совсем другой разговор, требующий отдельного обсуждения. Нас же интересует культурный аспект сегодняшней картины. Вернее, изначальный вопрос. Каким образом люди культуры, и в частности молодежь, может эффективно исполнить роль культурных посланников своей страны в мире? Ответ сложный и сомневаюсь, что сегодня на него есть ответ. Нет, знаю только, что, простите, молодежный энтузиазм, может даже молодежная наивность, постараются ответить. Как старались ответить мы в моем поколении? Мы потерпели неудачу. Но уже тогда я сформулировал для себя довольно простую истину. Так что это у меня тут копирайт. Утопия вовсе не является нереализуемой. Просто она еще не реализована. Ваш черед. Я не пессимист по своему характеру и убеждениям. Но, как бы ни банально это звучало, пессимист – ничто иное, как хорошо осведомленный оптимист. Хочу привести вам цитату. И позднее скажу, чья она, потому что вы никогда не догадаетесь. Этот город, по которому бродишь часами, не видя ему конца и не встречая ни малейшего признака того, что где-нибудь поблизости начинается открытое поле. Такой город представляет из себя нечто совсем особенное. Это колоссальная централизация. Это скопление двух с половиной миллионов людей в одном месте. Умножили силы этих двух с половиной миллионов людей в сотню раз. Эти массы домов, все плотнее и плотнее смыкающихся и под конец оставляющих лишь узенькое пространство посередине. Все это столь величественно, столь грандиозно, что не можешь опомниться и приходишь в изумление. Но каких жертв все это стоило, это обнаруживаешь только впоследствии. Только потолкавшись несколько дней по главным улицам, с трудом пробивая сквозь толпы людей бесконечные вереницы транспорта, только побывав в трущобах мирового города, начинаешь замечать, что горожанам пришлось пожертвовать лучшими чертами своей человеческой природы, чтобы создать все те чудеса цивилизации, которыми полон их город. что заложенные в каждом из них сотни сил остались без применения и были подавлены для того, чтобы немногие из этих сил получили полное развитие и могли еще умножиться посредством соединения с силами остальных. Уже в самой уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то противное природе человека. Разве эти сотни тысяч, представители всех классов и всех сословий, толпящиеся на улицах, разве не все они люди с одинаковыми свойствами и способностями и одинаковым стремлением к счастью? И разве для достижения этого счастья у них не одинаковые средства и пути? И тем не менее, они пробегают один мимо другого, как будто между ними нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга. И только в одном установилось безмолвное соглашение, что идущий по тротуару должен держаться правой стороны, чтобы встречные толпы не задерживались и при этом никому и в голову не приходит удостоить остальных хотя бы взглядом. Это жестокое равнодушие, это бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительные и оскорбительные, что все эти люди скопляются на небольшом пространстве. И хотя мы и знаем, что это обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм, есть основной и всеобщий принцип нашего современного общества, все же нигде эти черты не выступают так обнаженно и нагло, так самоуверенно, как именно здесь, в сутолоке большого города. Раздробление человечества на монады, из которых каждая имеет свой особый жизненный принцип, свою особую цель, этот мир атомов достигает здесь своего апогея. Конец цитаты. Я намеренно пропустил все упоминания о конкретном городе, чтобы вас запутать. Мне кажется, мне это удалось. Так писал, внимание, в 1845 году Фридрих Энгельс в своей книге «Положение рабочего класса в Англии». И знаете, какого он был возраста тогда? Ему тогда было 25 лет, почти ровесник большинства сегодняшней аудитории. Как вы считаете, скоро два века спустя, многое ли изменилось? Так ли изменились в своих мировоззрениях западные элиты? Да, больше нет колоний. Вернее, они есть, но их перестали называть таковыми. Зато есть всякие айфоны. А многое ли еще изменилось? Ну, тут я скорее ударился в философию и социологию, чем в культуру. Хочу рассказать еще об одном эпизоде моей молодости. В Италии во второй половине 70-х был у нас такой предмет в школе. Назывался гражданское образование. Все наше подростковое поколение было политизировано и преждевременно повзрослевшее. С долей иронии мы обнаружили, что 70% наших 16-летних североамериканских сверстников были убеждены, что во время Второй мировой русские на Западе не знали слово советские. И американцы воевали друг против друга. Теперь задумайтесь. Тогдашним подросткам сегодня более полувека от роду. Это западный правящий класс. Вот кто управляет той цивилизацией. А с Венцем освободили американцы. За это даже Оскар дают. А ядерные бомбы на Японию сбросил товарищ Сталин. Ну что ж, теперь обратимся к украинским учебникам начала 90-х, после распада Советского Союза. Вы знали, что весь мир обязан всем и вся Украине? Что Рим был основан украинцами? Что поскольку в средневековой Европе фамилии давались, как правило, по месту происхождения человека, то Христофор Колумб был родом из Колымии, сейчас в Ивано-Франковской области. Что украинец Христофор увлекся мореплаванием, попал из Черного в Средиземное море, оттуда в Португалию, где и стал готовить экспозицию в Новый Свет. Я это на полном серьезе. Вы знали, что шкипером на корабле Санта-Мария являлся Хуан де Коса, чье имя расшифровывается как Иван Козак. Князь Владимир, крестивший Киевскую Русь в 988 году, желал ее вступления в Евросоюз. Это заявление МИДа Украины. Это не с потолка взято. Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Это уже Зеленский. Именно Украина стояла у истоков Европы, а Киевская Русь к России отношения не имеет. Это посол Украины в Австрии Александр Щерба. Современную Канаду, какой мы привыкли ее видеть, создали колонисты из Украины. Руководитель администрации Порошенко Борис Ложкин. А сам Порошенко свою президентскую бытность отличился следующей цитатой. Круче было бы нам построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки, но построить в ближайшее время межгалактический космодром не получится из-за кризиса. Европейскую цивилизацию основала Великая Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Порубий. Весь мир обязан появлением Wi-Fi украинскому таланту. Депутат Верховной Рады Украины Глеб Загорьев. Ну а дальше откровенное богохульство. Иисус Христос галилеянин, галичанин, древний украинец. Все апостолы, кроме Иуды, были галилеянами, галичанами, продавними украинцами. Только один Иуда был иудеем. Это замглавы Украинско-республиканской партии Ростислав Новоженец. Ну а заодно еще и Пизанский Галилей посозвучу, да? Мать Зевса родом из Житомира. Будда скифский пророк. Среди египетских фараонов были украинцы, а Эней был царем в Украине. Это лауреат нацпремии имени Тараса Шевченко Валерий Бебик. Украина одной из первых в мире создала подлодку на казацкой тяге, с помощью которой атаковала турецкие корабли. Это украинское телевидение в рамках нацпроекта Крайна. У Дональда Трампа есть украинские корни. Предки и его родни жили в Тернопольской области. Телеканал Украина, программа Сегодня. Украинский язык один из древнейших языков мира. Уже в начале нашего лета исчисления он был межплеменным языком мира. Есть основания считать, что Авидий писал стихи на древнем украинском языке. Это, внимание, учебник «Украинский язык для начинающих» Киев 1992 год. И исследование Гнаткевича от Геродота до Фатье. В те времена, когда Римская республика только готовилась еще стать владычицей мира, Украина уже была. И уже была великой. Это внеклассное чтение для украинских школьников. Послушайте, все это очень даже серьезно. Боюсь, это тоже потерянное поколение. Прошло 30 лет, теперь им от 40 до 50. Все тот же правящий класс. Как вы считаете, я вам сейчас рассказываю, про политику или про культуру? Вы понимаете, какое бремя наложено на вас из-за нас? Какие косяки вам придется исправлять? И исправить их можно исключительно, если вы станете эффективными послами культуры. Но для этого вы тоже, в свою очередь, должны быть подкованными, образованными, в том числе в политике и в геополитике. Одной культуры и знания классиков будет недостаточно. Так что же и как мы можем и будем передавать миру? В западных соцсетях, до тех пор, пока я вообще не отказался от их посещения, меня банили ежеквартально на месяц, то есть примерно по 4 месяца в году. По самым вымышленным предлогам. Например, потому что тремя годами ранее, в годовщину Пушкина, я позволил себе напомнить, что у него были африканские корни, забанили за разжигание расовой ненависти, закрываются поголовно все, а их десятки, российские каналы средств массовой информации и неважно, будь они новостные, спортивные или культурные, в ютубе, инстаграме, фейсбуке, твиттере. Ну, хорошо, остаются их прямые сайты. Так нет, на западе затмевают доступ, если ваш IP находится на западе. Конечно, вы можете использовать ВПМ, но объективно, какая доля западного населения столь подкованная? Все это особо обидно на фоне культуры, почему нельзя заслушать трансляцию из Большого театра, поговорить о Булгакове, увидеть современные театральные постановки? Такое впечатление, что мы действительно возвращаемся в эпоху железного занавеса, только именно со стороны тех, кто ранее жаловался на глушилки «Голоса Америки», «Радио Свободы», без интернета. И все же нет у нас другого пути. Красота спасет мир. И мы, а точнее вы, должны быть и стать в первых рядах, ибо наше дело правое, а отступать некуда, как всегда. Хочу все же закончить мое выступление на положительной ноте, подтверждение того, как и что транслировать, по крайней мере, в Европе. В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее, дома неуклонно падает, русские дома и культурные центры в европейских столицах открыли с минувшего воскресенья свои двери для всех в рамках акции «Из России с теплотой». Пока цены на газ и электричество остаются высокими, центры будут работать как пункты обогрева. Россия готова протянуть руку помощи жителям европейских стран и продемонстрировать традиционное русское гостеприимство, невзирая на проявление русофобии в мире. Гостей угощают чаем, предоставляют возможность бесплатно зарядить гаджеты, а также предлагают посмотреть художественные мультипликационные российские фильмы в программе бесплатного кинопоказа из России фильмы «Илья Муромец», «Руклана Любмила», «Снежная сказка», «Сказка о царе Салтане» и многие другие. Тепло в домах и человеческое тепло от России. То, что нужно мерзнущим европейским семьям. В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей. культурные центры вне политики. Русские дома ждут всех, кому дороги общение, взаимопонимание и душевное тепло. Разумеется, в западных СМИ посыпались массовые обвинения в троллинге. Лично мне очень понравился ответный комментарий Евгения Примакова. Ну, вы знаете, это глава как раз Россотрудничества. Готовность России дарить европейцам тепло, тогда как их собственное правительство этой задачей не занимаются, нельзя считать издевательством. Когда акцию называют троллингом, это немного обидно. Акция станет еще одним напоминанием, что в русских центрах всегда есть чем заняться. Там светло, уютно и хорошо, что бывает очень кстати, когда снаружи холодно и темно. Троллинг это не метод работы Россотрудничества. Мы добрые эльфы, а не тролли. На этом, я думаю, могу закончить. Спасибо огромное, Марк. Я думаю, у нашей аудитории есть вопросы. Готов. Я, конечно, вижу очень озадаченные лица. впечатлили вы нас. У нас уникальный шанс. Я передаю микрофон, наверное, и вы решаете. Ну да, потому что иначе я вас услышу. Нет, у нас возник такой вопрос, он не совсем по теме, где-то на периферии этой темы, наверное. Вы затронули экономику потребления, и, собственно, вопрос такой, в чем она плоха. Как сказать, почему? Мы же являемся потребителем на многих уровнях, правильно? Не только на материальном, но и на духовном, на эмоциональном, на интеллектуальном абсолютно. То есть мы также можем покупать книги, покупать те же билеты на концерт. Хотелось бы услышать вашу точку зрения, потому что мне экономика потребления всегда представлялась эффективной. Спасибо. Ну, могу вам сказать, я, поймите меня правильно, я никогда не был противником экономики потребления, просто я считаю, что экономика потребления должна не ограничиваться самой собой. Я имею в виду, что, как вы правильно справедливо заметили, есть как бы материальное потребление, да, там что-то купить, там и так далее, есть духовное, там и так далее. Но все это подразумевает, что вы являетесь, скажем так, объектом, а не субъектом. То есть вы просто занимаетесь потреблением и, значит, в определенной мере растранжириванием этих благ. А вот когда человек имеет и пассивную, и активную роль, то есть он является потребителем и он же является творцом, вот тогда я думаю, что все будет в порядке. То есть то, что мы потребляем от общества, мы должны каким-то образом это тоже компенсировать. То есть, ну, знаете, это давнишний принцип бартера, если хотите. там у вас хлебопекарня, я к вам прихожу и беру хлеб. Но я конкретно, например, не знаю, являюсь мясником, и вот мое мясо, вы из хлебопекарни приходите и берете мясо. То есть мы все обмениваемся какими-то товарами, услугами, моральными ценностями, душевными ценностями. Вот тогда это полноценный культурный обмен. А если просто потреблять, то опять-таки это добром не может скончиться. Вы не решаетесь спрашивать или вопросов пока нет? надо переосмыслить. Мы в шоке, говорят. Я не хотел этого эффекта, честно говоря. Да. Да, вы обрисовали ситуацию, действительно, мы все в шоке, насколько опять-таки на разных уровнях все это и глубину бездны только сейчас ощущаем. Вы упомянули, что всю эту кашу, грубо говоря, заварило ваше поколение, а расслабывать нам. Какую бы вы могли дать нам приблизительно перспективу, ну, скажем так, на 100-200 лет? Так долго мы жить, скорее всего, не будем, но вот все-таки тенденции развития. Всегда интересно послушать какие-то прогнозы на будущее, потому что оно туманно, оно пугает, мы его не знаем, а вы обладаете информацией, которая может позволить вам сделать такой анализ и дать прогноз на будущее, а заодно и нам, как послам культуры, может быть, какое-то, ну, еще помимо ваших пожеланий, еще как нам в новой реальности жить и действовать? Ну, перспективу на 100-200 лет я, конечно, давать не стану, потому что гадать на кофейной гуче это дело очень неблагодарное. Достаточно просто подумать, вот давайте обратимся к 1922 году, это поколение моего деда, ему тогда было 20 лет, вот если бы ему рассказали все, что сейчас происходит, естественно, он даже представить себе не мог, так что это слишком длительная перспектива, а вот на короткую перспективу, опять-таки, обращаясь к истории, понимаете, на самом деле очень многое происходит, когда меньше всего этого ожидаешь и происходит скоропостижное, и обычно это происходит именно благодаря молодежи. Хочу вам привести просто вот один пример, ну, вот в моем поколении нам всегда рассказывали в школе, да, дедушка Ленин, дедушка Ленин, а вы знаете дедушке Ленину сколько было лет, когда творилась Октябрьская революция, 47 лет, то есть он меня был моложе на 13 лет, и он был самым старым среди как бы своего окружения, там всем было где-то от 25 до 35 лет, там Бухарин, нет, я вас не призываю к революции, но самые творческие, самые активные люди, которые желают добра для своей собственной страны и думают что-то изменить, потом надо посмотреть получится это у них или не получится в лучшую или в худшую сторону, но как правило в любом случае это молодежь, и в общем-то это закономерно, так оно и должно быть, потому что ну согласитесь, ну какой у меня сейчас интерес как бы менять общество, нет, я конечно желаю прожить еще лет так 30-40, но очень вероятно, что такого не будет, ну а соответственно, то есть и самое главное, что бы я не построил, то есть я буду навязывать вам то, как вы будете жить из-за того, что натворю я, нет уж, давайте творите сами, потому что вам потом жить в этом обществе. Марк, а можно вот такой вопрос, если говорить, что у человека есть культурный код, вот ваш культурный код, это все-таки почему вы сейчас в России? Знаете, ну самый банальный ответ, то есть я вернулся в Москву, мне было 40 лет и это было 20 лет назад, так что я не из тех, кто сейчас вот из-за теперешней конъюнктуры там и так далее, я сделал абсолютно осознанный выбор и я абсолютно не раскаиваюсь в нем и даже наоборот, я думаю все больше и больше, слава богу, что я это сделал тогда, говорю, что это может выглядеть банально, что мне уже ночью снились соленые огурцы и черный хлеб дарвницкий, но на самом деле это действительно так, то есть мне чего-то не хватало, мне надоело, что как только узнавали, что, ну потому что фамилия-то у меня итальянская, но если я им говорил, вообще-то ты знаешь, я еще и частично русский, русский, и на меня смотрели вот кто-то с недоверчивостью, кто-то с сочувствием, а что такого, то есть а если бы я был французом, вот итальянцы смотрели бы на меня так же, конечно нет, и вот когда мне это все уже вот, ну прямо все, больше не могу, я тогда был холостяком, тем более я в тот момент уже жил не в Италии, а в Русселе, вот где я работал в Европарламенте, у меня там закончился контракт, ну и чего мне сейчас, возвращаться в Италию, да ладно, взял и переехал в Москву, ну благо для меня приехать в Москву, где я постоянно приезжал по работе, да, но это не то же самое, как там, не знаю, уехать в США, там в Австралию или в Африку, в смысле, что у меня тут корни все-таки, у меня и не просто знание языка, а именно, ну вот как раз тот самый культурный код, про который вы говорили, это вовсе не исключает, что у меня еще и культурный код в Италии, ну слушайте, в конце концов, я с 11 до 20, сколько мне тогда было, до 24 лет я учился в итальянских заведениях, да, то есть в средней школе, в лицее, в университете, это потом я, там, будучи в тот момент все равно еще в Италии, но в середине 90-х я заочно сдал экзамены в РУДМ и получил просто диплом переводчика, но мне это надо было вот исключительно, потому что иногда спрашивали, а извините, а у вас есть диплом? Хотя я этим занимался уже 20 лет, потому что я повторяю, я начал работать переводчиком в 16 лет, так что мне сто лет это не надо было, и разумеется, с тех пор, как у меня диплом, у меня его больше никто не спрашивал, ну ладно, в общем, так оно прошло, неважно, пусть, пусть здесь лежит пылица, но главное, вот действительно, культурный код, когда я вам говорю про Данте, там, про Леонардо да Винчи и так далее, вы поймите, я процитировал только тех, которых, ну как бы, хотя бы на слуху все знают в России, да, я мог бы вам процитировать и других довольно известных писателей, но просто кто-то знает, кто-то нет, я не просто как бы знаю об их существовании, нет, я именно читал их, я их впитал, ровно как я впитал российских авторов, слушайте, я могу вам цитировать целые главы из Мастера и Маргариты, понимаете, но я абсолютно так же могу вам цитировать некоторые, ну хотя бы высказывания, цитаты, там, не знаю, вот того же Данте из Божественной комедии, там, ну и много чего другого, то есть, вот почему, помните, я вначале говорил вам, что я считаю себя не 50% и 50%, а 100% и 100%, потому что я действительно все это впитал и тех, и других, со всеми благодетелями и со всеми недостатками, и когда я говорю про недостатки русских или итальянцев, поверьте, это не расизм с моей стороны, просто я это действительно знаю, потому что я сам с этим столкнулся, как бы, и там, и здесь, ну, кстати говоря, вот вы заметили, что среди всех западноевропейских народов, наверное, тот народ, вот несмотря на правительство, но тот народ, с которым у россиян просто традиционное наилучшее отношение, это как раз итальянцы, почему, вот я вам даю свою интерпретацию, потому что безалаберные и те, и другие, родственная душа, то есть мы узнаем друг друга, немцы, они более эффективные, они такие, как бы, ну, с одной стороны, они как бы никак, они не гибкие, но с другой стороны, они молодцы, потому что они эффективные, но, как бы, вот только итальянцу и только русскому придет в голову, что если мне нужно винт вставить и нет у меня отвертки, то я возьму молоток, потому что главный результат, ну, и известная байка, вы ее наверняка слышали сто раз, что вот когда после полета Гагарина, в общем, обнаружили, что оказывается, шариковые ручки в отсутствии гравитации земного притяжения не пишут. Американцы потратили 20 лет и не знаю, там, по-моему, 10 миллиардов долларов и в конце концов придумали, не знаю, как это технически, но, в общем, придумали ручку, которая действительно пишет даже в космосе. Что сделали советские люди? Да просто стали использовать карандаши. Этим все сказано. У нас в аудитории тоже эта мысль пришла на ум сразу же. Это верно. Да. Скажите, Марк, в сегодняшнем мире билингвальные издания или переводы с русского на итальянский, с итальянского на уруски. В прошлую нашу с вами встречу мы обсуждали эти проекты, которые осуществляет и банк Интеза и очень развернуто сейчас занимается этим вопросом библиотека иностранной литературы. Сможет ли это помочь? Научимся ли мы, я имею в виду, наша молодежь, молодое поколение слышать друг друга, понимать друг друга? Или они уже настолько далеки, что никакой перевод помочь не сможет? Нет, я абсолютно уверен, убежден, что да, поможет. Другое дело, что это я вам говорю именно как билингва, то есть не просто билингва, у которого два родных языка, то есть вот в чем мое преимущество, моя добавленная стоимость, когда я сижу в кабине синхронного перевода? Мне легче, так что это не моя заслуга. Я перевожу с родного на родной, что туда, что обратно. Поэтому вы знаете, что уж насколько переводчик может хорошо в совершенстве знать иностранный язык, но все же понятное дело, что он лучше знает свой, собственный, родной. Именно поэтому традиционно любой переводчик существует исключение, но исключение существует для того, чтобы подтверждать правила. Обычно любой переводчик переводит лучше с иностранного на родной, чем на оборот. Ну, повторяю, я не в счет, просто потому, что два родных. Я почему это упоминаю, потому что вам же наверняка сложно иметь, то есть у вас наверняка есть студенты и бывшие выпускники, да, которые действительно в совершенстве владеют, не знаю, немецким, французским, английским языком, да, и все же вот если бы немец, француз, англичанин был у вас и перевел бы на с русского на свой родной, это было бы гораздо более эффективно, особенно когда речь идет о художественной литературе, а как вы понимаете, сейчас заполучить этих иностранцев, мягко говоря, сложно. Вот. У меня, да, в связи с этим вопрос, считается, что ты не можешь переводить на язык, который ты выучил. Нет, можешь, но все-таки результат не всегда самый, что ни на есть. Просто у нас, видимо, какое-то время не будет выбора. То есть, если, например, возьмем английский, носители английского языка не захотят переводить современную русскую литературу на английский язык, и это будем делать мы, это нормально? В этом есть перспектива, стоит этому учить, или все-таки мы должны оставаться профессионалами и переводить английскую литературу на русский язык. Но тогда что мы транслируем миру? Да, вот именно, вот именно. Так что это тоже не выход. Знаете, вот моя мама, она проработала 20 лет, вот вплоть до распада СССР. В итальянской редакции было тогда такое издательство «Прогресс». Ну, они там выпускали в том числе всякие пропагандистские книжонки, которые можно было найти в аэропорту, да, но в том числе они переводили на русский язык очень многие стоящие произведения, там, не знаю, сказки, Италу Кальбино, там, не знаю, ну, в общем, разных, вот, они, кстати, тоже участвовали, вот, в переводах, и моя мама, в частности, участвовала в переводах во время съемок Эльдара Рязанова приключений итальянцев в России, вот, понимаете, да, а хочу вам заметить, что, в общем, может быть, не самые вершины, но все-таки актеры, итальянские актеры, которые участвовали в том фильме, это тоже все-таки были известные актеры в Италии, там, Нинетто Давули, да, там, и так далее, то есть не только Евсигнеев, и не только Миронов. Так что, нет, конечно, все-таки желательно как раз тот вариант, чтобы каждый переводил на свой родной, но если такой возможности нет, ну, слушайте, вот вам, пожалуйста, вот я говорю же, что были вот эти вот книжонки с пропагандой, там, в аэропортах, ну, я-то видел, что как-то с моей точки зрения итальянца было написано немножко коряво, но в принципе все понятно, опять-таки, слушайте, у нас позади Москва, ничего не поделаешь, то есть вот как можно, так и переведем, а что делать? Это до тех пор, пока они там не образумятся, а образумиться они могут в том числе, я считаю, знаете, капля камень точит, вот вам, пожалуйста, вот эти вот открытые двери в русских центрах за границей, что не такие уж мы орки, в конце концов, вот надо продолжать гнуть свою линию, и тогда будет больше, кстати, иностранцев, как во время чемпионата футбола, когда это было, там, 2016-й или 2018-й, которые приехали в Москву, ну, может, еще и потому, что это было лето, но вот они все уехали с такими впечатлениями, что мы просто не знали, нам никогда не рассказывали, что, оказывается, здесь абсолютно нормальные люди, приветливые, которые всегда готовы вам помочь, да и климат ничего, ну, понятно, они летом все-таки были, но, вот понимаете, вот именно путем таких мероприятий мы можем хоть чего-то добиться, по крайней мере, мы должны как бы прилагать усилия в данном направлении, это и есть как бы цель для любого культурного посла. Спасибо большое, я думаю, на этой ноте мы сегодня завершим это общение, желаем вам здоровья, успешного участия в экономическом форуме, вы тоже посол культуры, вы безусловно посол культуры, который транслирует Россию миру. Спасибо вам за это большое. Спасибо вам за спасибо за лестные слова. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.